В Екатеринбурге в Ленинском федеральном районном суде судья Владимир Ушаков пролонгировал, как-то не смешно, до 1 апреля срок содержания в СИЗО 23-летнего уличного художника-граффитиста и двойного автоубийцы Владимира Васильева, который ранним утром 4 августа прошлого года после ночной попойки у своего приятеля на ЖБИ угнал Киа Рио и в бухом состоянии с этим приятелем на пару покатил к себе домой за добавкой. На Малышева Васильев разогнался за сотню, проскочил пару перекрестков на Красный и на пересечении с Московской вонзился в корму такси Uber, в которой погибли молодые таксист и пассажир. А позже в 24-й больнице родной папка Владимира, полковник Росгвардии Андрей Васильев сдал за пьяного сына анализ мочи. Но благодаря ДНК-экспертизе этот обман был вскрыт следователям СКР и бухому гонщику вменили 264-ю часть 6-ю УК, двойное автоубийство в пьяном виде, а с лета прошлого года это теперь не до 9-ти, а до 15-ти лет зоны. Плюс Васильеву еще вменяется и 166-я УК угон. В кулуарах Ленинского суда вдова погибшего в такси парня Ирина заявила, что за прошедшие полгода со стороны Васильева к ней на связь никто вообще ни разу не выходил. И она не верит в искренность раскаяния Владимира Васильева, хотя формально он попросил прощения у родственников погибших в видеообращении. Ничего особо примечательного в судебном заседании не случилось. Следователь областного СУ СКР Каролина Гараева походатайствовала продлить срок содержания Васильева под стражей до 5 апреля. Вообще расследование этого уголовного дела в 13 томах уже завершено, но Васильев, его адвокаты и областная прокуратура начали знакомство с материалами, а это долго. И следователь попросила судью арест Васильеву пролонгировать еще на пару месяцев. Адвокаты Васильева настаивали на домашнем аресте. Судья Владимир Ушаков согласился с доводами следствия, что Васильев находится под особо тяжкой статьей, она до 15 лет зоны, на воле с таким могучим росгвардейским папкой, как у него, сможет или удрать, или оказать давление на свидетелей и потерпевших. Ну и оставил Васильева в СИЗО, но немножечко срок, предложенный следователем, подсеквестировал. Не до 5, а до 1 апреля. И Владимиру Васильеву снова стало не до смеха. Опять в тюрьму. Целых два адвоката ничего не смогли изменить в его молодой жизни. Продлить срок содержания под стражей обвиняя Васильеву Владимиру Андреевичу на 1 месяц 20 суток, всего до 7 месяцев 20 суток, то есть по 1 апреля 2020 года включительно. Поставим может быть обжалован в СИЗО в течение трех суток со дня вынесения с учетом положения 389.3 уголовного процесса консультации.